Крепкий Орешкин 2 Ну нормально, что перепутали А вы помните Ну про 15 республик Ладно, тут мы методом тыкаем Республики, сестры, народы, братья У меня от зубов эти фразы Да-да-да Ну вы же наверняка сдавали И политэкономию И основы Научного коммунизма Вы даже слов таких не знаете Нет, нет, все-таки мы пожили И это круто, что удалось пожить и в одной стране И в другой, в плюс-минус сознательном возрасте Смешно, как работает память Хоть я сейчас и слегка подопкакался Что наоборот придает, мне кажется Пикантности нашему эфиру Потому что все было по-честному В 8 утра Я тоже скажу, что в 4 классе Я знал все столицы мира Да ну Сан-Марина, какая столица? Сан-Марина, Сан-Марина столица Правильно Более того, мне там довелось Я в восхищении сейчас А столица Лексенбурга? Понятно А вот, например, столица Дмитрий Борисович Скажите мне-ка столицу Свазеленда Понятия не имею Вы знаете А? Вот чтобы... А Лесото? Еще раз повторяю Государство Лесото Не стыдно сказать, не стыдно сказать Я не знаю понятия Не имею Столица Лесото, дай бог памяти А столица штата Вашингтон? Э, секундочку 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 Я перевожу сразу Скидочку Во-первых, он, по-моему, не штат Он DC Вашингтон называется Есть штат Вашингтон? Есть штат Вашингтон А есть город Вашингтон Да А вот он хитрый какой-то Нет, секундочку Но вы... Все правильно говорит А сколько штатов в Соединенных Штатах? Пятьдесят Правильно Правильно Все, пятьдесят первые не могут присоединить А столица Вайоминга, Дмитрий Борисович? Вайоминга Все Все Посадил Все, все Нет, я должен сказать, что ведь география Это не то, чтобы знать название всех проливов Там или там стран или столиц Это определенная культура мышления Понимание процессов Ну да Все же связано То есть я вот так ушел в сицилианскую защиту Да, да Вы великолепны, Дмитрий Борисович Вы абсолютно правы И здорово, что вы не знаете столицу военную Да их никто не знает Нормальное дело Потому что невозможно все это знать И потом для этого есть справочники Вы меня простите, пожалуйста Согласен Я тоже не знаю Поэтому здесь мы Хоть с чем-то мы где-то с вами поравнялись Ну, по-моему, мы равны И сидим в замечательном эфире В замечательной студии В замечательной аудитории Я хотел начать с того, что 8 декабря 1991 года Были подписаны документы О светлой памяти Советском Союзе По этому поводу Григорий Алексеевич Явлинский Написал очень большое исследование Жутко занудное И с моей точки зрения Катастрофически несоответствующие действительности Смысл заключается в том, что В поисках популярности Утраченные популярности И бесцельно прожитых лет Господин Явлинский пытается Примазаться к тому Раздуваемому сейчас фейку О величии и могуществе Советского Союза И о сожалениях о том, что он развалился И объясняет, что если бы Все было по уму Если бы все голосовали за Явлинского Если бы Явлинский был тогда руководителем То Советский Союз бы не распался бы Это очень скверная попытка Потому что Советский Союз Сейчас, как вы сказали В мозгах-то Он, может быть, с каждым годом Делается все привлекательнее Но в реальности это было все Совершенно иначе Он хромал на обе ноги И, в общем, еле-еле дополз До этого самой Своей почетной кончины О чем сейчас, конечно, стараются Не помнить Все эти слова, которые он там пишет О общенародном комплексе О дружбе народов О союзе народов Это все как-то дико напоминает Беспомощные причитания Михаила Сергеевича Горбачева Которого он говорил Ну как же, ведь мы же все один народ И как же вот У меня родня там Из Украины Невозможно это по-живому резать И так далее Очень легко по-живому разрезалось Удивительно легко Весь Верховный Совет За исключением, по-моему, одного человека Ретифицировал Это соглашение В Вискулях Велоежская То же самое сделали Белорусский Верховный Совет И Украинский Аналог там Верховного Совета Потому что На самом деле Все понимали Что Советский Союз От натуги Надорвался Почему Вот чего Мне кажется Не понял Григорий Алексеевич Явлинский Давайте вот Насчет почему Дмитрий Борисович Буквально мы продолжим Через полторы минуты Друзья Оставайтесь под серебряным дождем Мы благодарим наших рекламодателей Спасибо за размещение Умные знают, как заработать Они получают 9% годовых по Альфа-вкладу Откройте онлайн или в любом отделении Альфа-банк Для умных и свободных АО Альфа-банк Внимание, в эфире Квартет И Но это серьезное сообщение Потому что очень важный повод 30 лет компании Лукоил Вас ждут действительно серьезные подарки Запас топлива на месяц И 30 автомобилей Мерседес-Бенц Серьезно С 15 ноября по 31 января Заправляйте от 30 литров топлива С картой лояльности Заправьте выгоды от Лукоил И участвуйте в акции 30 это серьезно Срок проведения акции С 15 ноября 21 по 28 февраля 2022 года Информация об организации Правилах, количество призов, сроках, месте И порядке их получения На сайте лукоилпромо21.ру И на АЗС Лукоил Укрепить иммунитет Восстановиться после гриппа, ОРВИ и коронавируса Можно с пользой Вместе с киселями Леовид Кисели Леовид при гриппе, при кашле и при простуде С экстрактами целебных трав и витамином С Способствуют снижению и токсикации организма Действие киселей Леовид доказано клинически Спрашивайте в аптеках и магазинах вашего города Не является лекарственным средством Создание музыкальных миксов И рекламных аудиороликов для радио А также саунд-дизайн для мероприятий любого формата От Сильвер-студии радиостанции «Серебряный дождь» Мы делаем со звуком всё Примеры работ на сайте Сильвер.ру Крепкий Орешкин 2 Итак, годовщина развала Советского Союза И статья номера Алексеевича Явлинского Так вот, мне кажется, что Григорий Алексеевич не уловил главного Он мыслит Советский Союз И, кстати говоря, Российская Федерация тоже В терминах европейской политической культуры То есть государственность там понимается, как это некая система социальных институтов Институтов или институций Которые призваны регулировать проблемы отношений между разными социальными группами Находить какие-то компромиссы Гасить какие-то возникающие конфликты И вообще заботиться о том, чтобы народонаселению Поскольку оно избирателей Жилось получше, чтобы избиратели на голосовании поддерживали действующую власть Эта европейская концепция, она кажется абсолютно органичной Для нас, потому что мы все воспитаны худо-бедно в этой европейской системе ценностей А если исходить не из того, чему нас учили А из эмпирического наблюдения за действительностью То мы довольно легко убедимся, что советская вертикаль В действительности, на самом деле, а не в теоретических объяснениях Была построена Лениным Сталином, как вот такая система личного, персоналистского наслаждения властью Причем абсолютно и неограниченной И скорее напоминает по стилю восточной диспотии Или диспотии Живут они совершенно по другим параметрам И у них другие приоритеты И, соответственно, другая система ценностей Главных институтов в Советском Союзе было два в начале ЧК и ВКПБ Это две структуры, которые сдерживали государство воедино И которые осуществляли непосредственное управление Потом число этих институтов увеличилось Добавилась армия советская и МВД И главная цель всего этого государства Была не регулировать конфликты Не развивать экономику Не улучшать уровень жизни населения А обеспечивать стабильность власти И выполнение стальной воли вождя Ну и, соответственно, для воспевания этой самой стальной воли Потому что, если мы берем эмпирику Что, советским людям жилось лучше, чем соседям? Да нет, потому что Советский Союз Единственная страна мира Крупная страна Которая в XX веке пережила три волны смертельного голода Каждый из которых унес миллионы людей Это 18-21 год Это 31-33 год И это 47-46 год 47-46 малоизвестен Но там тоже 1-2 миллиона человек От голода умерло в этой замечательной стране Но говорят, что жилось хуже, чем соседям Наверное, если мы берем страны Восточной Европы ГДР, Румынию, Венгрию и так далее Действительно хуже Финляндию Прошу прощения, Финляндия не входила в состав Советского ГДР Я имею ввиду именно соседей наших разных Их, которые входили в Варшавские договоры И как бы и западных стран Ну слушай, Финляндия была такой довольно глухой провинцией у моря В составе Царской России С очень высоким личным суверенитетом и так далее Но она была, ну скажем уж, точно по уровню развития не выше Чем там Петербург, Москва и так далее Крупные города, Рига, Царской империи А сейчас, ну сравните для разнообразия Состояние ландшафтов, уровень жизни Социокультурную среду Карелии и Финляндии Бессмысленно, снег разного цвета Наверное, да Через 500 метров границы Даже обсуждать нечего Я пытаюсь просто пройти вдоль границ Большого Советского Союза И перечесть Вот, то есть, если брать европейское направление То там, очевидно, и восточная Европа Все это жило лучше Тем не менее, они А вот Китай, если взять У нас самая большая граница с Китаем Все-таки, вот, например, Китай-то жил хуже Прямо Ну, мудрено было бы В Китае от голода умерло Несколько десятков миллионов человек Ну, считается, что 70-80 миллионов Там статистика еще хуже, чем советская Поэтому Можно только оценочные параметры Конечно То есть, два коммунистических огромных режима Ну, собственно говоря Вот они и морили городом Ну, в общем, они Собственную хозяйственную систему Порушили Ну, достаточно вспомнить Как много сил товарищ Сталин Потратил на внедрение колхозной системы В результате угробил Сельское хозяйство Вплоть до того, что До самого распада Советского Союза Мы ежегодно закупали по 40-45 миллионов тонн зерна Там у Аргентины, Канады, Соединенных Штатов У кого Откуда Бог пошлет В обмен, естественно, на нефть Это если речь про 60-70-е годы В то время, как, например, сейчас Постсоветская Украина В год производит Те самые 40-45 миллионов Вот что же надо было сделать С украинскими, там, или русскими Черноземами Или, там, по Волжьям И так далее Чтобы там перестала расти пшеница Чтобы в нечерноземной зоне Перестала расти картошка И чтобы люди элементарно Умирали от голодухи Вы знаете, я читал интересный материал Что логистика в советские времена Транспортная Прежде всего Была настолько ужасной Что, например, в Приморье На Дальний Восток Было дешевле закупить За валюту зерно в Канаде И в США И перевалить Чем везти ее из центральных Или, там, черноземных областей Страны Ну, здесь вы меня Прямо подначиваете Рассказать про катастрофу С железнодорожным строительством Которая упала в разы По сравнению С довольно мрачными временами Царской России Я нисколько не идеализирую Государей Но мне кажется Что Российская империя Она была, ну, скажем так На уровне Какой-нибудь там Австро-Венгрии Близка, во всяком случае Нормальная европейская Такая держава Со всеми своими Отвратительными свойствами Но не сверхординарными А у нас ведь Ну, в каком еще Государстве Разговаривая про дружбу народов Несколько Больше десяти народов Были признаны Народными предателями Да, значит Там все слышали Про чеченцев Высланных Про ингушей Высланных Но мало кто помнит Например, что Корейцев взяли Перегнали с Дальнего Востока В Среднюю Азию Поляков Там немцев Была же огромная Республика немцев По Волжи Не огромная Но влиятельная Два с половиной миллиона Немцев было Сейчас от них Практически ничего не осталось Лучше от этого стало Или нет Ну, грубо говоря То, что от них осталось Уехало в Германию Как только Заново закончится Причем те, которые Столетиями Со времен Екатерины Второй Жили в России Они уже и по-немецки Так говорить не умели А когда приехали К себе в Германию Они выяснили Что говорят на каком-то Совершенно Доисторическом Немецком языке Им пришлось Беднягам Довольно трудно Туда встраиваться А как же проект По созданию Советского народа Вот это Виртуальная 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 Общность Советский народ Новая историческая Общность людей Кто-то чихнул Пальцами щелкнул И эта самая Новая историческая Общность Распалась На 15 Достаточно Неприятных Достаточно Самовластных Как правило Вполне Таких Вождистских Моделей Ну опять же Европейский Фланг пошел По одному пути А азиатский По другому В азиатском Там Гурбан Гулыберда И Мухамедов Это наиболее Очевидный Наследник Такого Именно Вождистского Сталинского Режима Когда он Отец родной Он там Обладает Данами По Черным данам По карате Он чемпион По классической Борьбе Города Шхабада По стрельбе По конным Скачкам Написал там 45 каких-то Или сколько-то Около того Бесценных Книг Ну в общем Молодец Настоящий Вождь Вот Возвращаясь К современности Лучшим наследником Советской Сталинской Модели Менеджмента Является С моей точки зрения Господин Лукашенко То же самое Значит Он один Никаких Вот этих самых Институций Нет Все замкнуто На него Он батька Отец родной Он вождь Он сплачивает народ И что самое Это неприятное Для таких Вождевских режимов Он же этот народ И грабит Ну например В Советском Союзе Не говоря Про Многие другие народы Которым мало Не показалось Русскому народу Очень пришлось тяжело Потому что Старорусский Цивилизационный центр Ну начиная там С Брянской Смоленской области На западе И кончая Ивановской Например Ярославской Или Костромской Областями На востоке Он был подвержен Просто Одичанию И вымиранию Там до сих пор Лес наступает И люди оттуда уезжают Стягиваются в центр Ну в общем беда Дырка в середине Русской Этнической Группы Возникала В течение Советского Союза С десятилетиями Эта черная дыра Формировалась Начать с того Что в 77 Кажется Году Впервые было установлено Что русских В Советском Союзе В общей В новой Исторической общности Людей Оказалось меньше Половины То есть население Очень росло Главным образом Средней Азии А вот как раз Европейская В том числе Русская Составляющая Шла под горку Короче говоря Вот эта идея О том что Выжимаются Ресурсы Собственного населения Собственных территорий Для того чтобы Сконцентрировать Их под рукой Начальника Вождя А он Этот вождь Расходует Эти ресурсы Для укрепления Своевого могущества И расширения Завоеваний За это все Платилось Вот этими самыми Черными дырами Внутри Страны А вовне страны Ведь Тоже расширение Зоны влияния Да конечно В странах Народной демократии Так называемых Жилось Получше Чем в России Ну например В тех же самых Сорковых годах Послевоенных В России Там в Молдавии На Украине Люди Мерли от гул От голода Товарищ Сталин Гнал эшелона С зерном В Венгрию В Румынию В Чехию Польшу Потому что Югославия Там люди еще не привыкли Жить в социалистических условиях И еще помнили Как жили при капитализме Надо было их кормить И тем не менее Эти неблагодарные люди В 56 году В Венгрии Подняли мятеж В 68 В Чехословакии В 80 В Польше В Германии В 89 году Уронили стену Кстати говоря Само по себе Явление Берлинской стены Его Никита Сергеевич Хрущев В блаженной памяти Построил Потому что У него на столе Лежала сводка О том Что через Берлин Там где была Свободная граница Между западным И востоком Уже сотни тысяч Восточных немцев Бегут на запад А в ближайшие дни Или недели Это число Может увеличиваться До миллиона И тогда Советский Союз Очень быстро построил Эту самую стену Которая Как нам объясняли Была построена Для того Чтобы защититься От Агрессии запада Потому что Запад спит И видит Как бы нас Поработить На самом деле Это была Защита от бегства Ну хорошо Значит С этим все понятно Советский Союз Распался Как и Северокорейская Стена Собственно говорится Ну да Купок развязался Потому что Ну Понятны принципы Этой страны Нужна вертикаль Жесткая Нужна идеология Неважно какая Исламская Социалистическая Коммунистическая Чухиистская Как в Северной Корее Лишь бы была Тотальная Опора на спецслужбы На нукеров Имитация Гражданских Институтов Там типа Выборов Суда Как бы свободного И прессы Как бы свободный Политический заключенный Террор Экономический застой И в общем-то Культурная деградация Я тоже жил При Советском Союзе Я помню Как например У нас Нельзя было Ну технически Нельзя было Не то чтобы запрещали Но по радио Например Передать Битлз Это была бы сенсация Собственно говоря Битлз В значительной степени И победил Советский Союз Потому что Советская молодежь Включая путинское окружение Сергей Борисович Чиманов Считает Что его любимая музыка Это были Битлы Как раз Так вот Сергей Борисович Чиманов При этом по-моему Служил в Финляндии Как раз Ну да И мог покупать Там эти самые пластинки И прекрасно себя чувствовал Не только в Финляндии А Владимир Владимирович Служил в Германии Еще где-то По-моему И тоже отлично себя чувствовал Бог с ними Ладно Ну в общем Все это Все это рухнуло Я просто напомню Что нам-то сейчас Рассказывают Это вы знаете Как вот хилеры Вы наверное Не знаете такого слова В 70-80-х годах В России Увлекались Очень вот такими Какими-то Восточными практиками По Бесполосному Оперированию людей Когда рукой Там проводят По животу Вынимают у человека Из живота Опухоль А так во многих Кстати областных больниц До сих пор у нас оперируют По-видимому да Значит Помыв аккуратно руки Вынимали какие-то Куриные потроха И человек думал Что его вылечили А через некоторое время Он тем не менее умирал Так вот сейчас Такие же операции Производятся На мозге Нации И чем хуже дела У Владимира Путина Тем лучше дела У Советского Союза Потому что Путин-то Живет в реальной среде А Советский Союз Живет в виртуальной Ментальной И этот процесс Будет продолжаться Люди не хотят помнить Что была уголовка За валюту Что был запрет Частной собственности Что был Ну да Вот нас учили Что для капитализма Характерны Циклические кризисы Перепроизводства Но никто не говорил Что Советский Союз Живет в хроническом Кризисе Недопроизводства У нас постоянный Был товарный дефицит Очереди И так далее Очереди на жилье Очереди на одежду На продукты На мебель Эту самую Корпусную Чёртову Плюс вот эта самая Цензура Которая сама по себе Обрекала Советский Союз И Россию На отставание В сфере Ну например Информационных технологий Какие информационные технологии Если в КГБ Была идея Каждую машинку Взять на учёт Чтобы не дай бог Каких нибудь листовок Не напечатали Плюс война в Афганистане Которые тоже Не любят вспоминать Чего туда их понесло Что они потеряли В Афганистане Пошли И там в общем Советская армия Огромная Влиятельная Не смогла справиться С афганцами Благодаря которым Конечно Американцы Поставляли оружие Короче говоря Если бы Советский Союз Был жив То сейчас Наши уважаемые слушатели Не в машине бы своей Сидели По дороге на работу И слушали Серебряный дождь Серебряного дождя Быть не могло А тряслись бы В таком В пазике Я очень хоро В пазике Или В пазике Или вот как я Например В таком Промёрзшем трамвае Где на стёклах Такой Сантиметровый слой Иния Я к нему языком Всегда прилипал Такой был кайф Да Ну вот не всем Это нравилось Ему до сих пор нравится Тем кто старше пяти лет Как-то это не вдохновляло И ты приезжаешь в декабре На эту самую работу И начинаешь сочинять Годовой отчёт Липовый абсолютно О выполнении Производственных планов И достижениях За год Хотя конечно да Значит проезд на метро Стоил пять копеек Короче говоря Это противоестественное Социальное образование Можно даже сказать Извращение Которое именно Вследствие своей Противоестественности Требовало огромных ресурсов Просто для того Чтобы себя поддерживать И когда эти ресурсы Подошли к концу И цены на нефть упали Оказалось что Нет ни денег Ни сырья Ни человеческих жизней Рекрутов не хватает Для самоподдержки Это был в 80 Дай бог памяти Второй год Когда президент США Рональд Рейган Вадя приехал В Саудовскую Аравию И они спустили Мировые цены До 6 долларов За баррель нефти До 6 долларов Я напоминаю И Советский Союз Через 3 года Вынужден был начать перестройку Потому что Потому что был Уже просто Потому что была Монопольная система Экономики И мы сидели На торговле нефти И за эту самую нефть Покупали пшеницу Которую на наших Несчастных полях Выращивать не могли Несмотря на массу Финансовых ресурсов Которые стали заливаться В колхозы И совхозы В 70-х годах Я помню Да и целинные программы Эта кукуруза Хрущевская Это что же Ну да Через 3 года Почвы были истощены Это было полное банкротство Ну в общем Короче говоря Покойник скончался Это эмпирический факт Вот это эмпирический факт А все остальное Это сотрясение воздуха О том Как он был могучий О том Как мы опережали Всех в космосе Ну да В космосе опережали Потому что Как раз у таких моделей Есть то преимущество Что можно сконцентрировать Ресурсы На каком-то одном Ключевом Как правило Военном направлении Космос был военной программой Кстати говоря Это заслуга Хрущева Потому что Сталин Требовал Для носителей Ядерного оружия Самолеты Американские Которые До винтика Были скопированы С американских Образцов А Хрущев Вот и перенес Центр тяжести На ракетные носители Ну и соответственно Гагарин полетел Но при этом Да Был великий полет Гагарина Это замечательное достижение Но при этом Средний Средняя Жилая площадь На советского Гражданина Была 6,7 Квадратных метров Сейчас Больше 25 И все равно Не хватает Ну представьте Значит Хотите ли вы Жить в стране Которая Запускает Первого человека В космос Да хотим А согласны ли вы Улучшить свои средние Жилищные условия Примерно в 4 раза Чтобы у вас На вашей Чего вы хотите больше Да Вот что вам больше нравится Так что Ментально Это хилерство Такое Запускаешь руку В черепную коробку Вынимаешь оттуда Одни факты Оставляешь другие И это все работает хорошо Хорошо Поехали с Советским Союзом Светлая ему память И мы продолжим Через пару минут Друзья Впереди у нас еще Выпуск Культур Мультур От Ольги Разумовской А в студии До конца этого часа Не забыть